Друзья, это Ванс Хьюман, на связи Чандер, и сегодня у нас экскурсия по нашему дому, который мы построили в первый же день нового сезона. То есть зима только началась, в первый же день мы уже построили эту махину, ну и за недельку вот плюс-минус довели до ума. Нету пока тех вещей, которые доступны на второй неделе, вторая неделя еще не началась, но тем не менее, как вы видите, уже такой хороший, добротный, современный дом. Ну что ж, давайте проведу экскурсию. Начнется все с лестницы, как вы видите, лестница полноценно функциональна, не нужно ни прыгать, ничего, спокойно сюда заходим. И первое, о чем хочется сказать, это, конечно же, вот эта скульптура, которую можно наблюдать как с первого этажа, так и со второго, и даже с третьего, с балкончика. Что это за скульптура? Если вы думаете, что просто нагромождение блоков, это не так. Идея самой этой скульптуры родилась еще во втором сезоне. Как вы видите, здесь у нас скульптура Манибуса. И Манибус у нас находится под куполом, то есть мы его победили. Все, он спрятан под куполом, он безобиден. Мы как раз таки одолели его в первом сезоне, одолели в хард сезоне. Вот он у нас под куполом и оказался. Также вы можете обратить внимание, что плюс-минус полноценных воронок в этой скульптуре 5. Как раз именно пятеро нас участвовало, ну основной действующий состав, да, 5 участников было у нас в первом сезоне. Также уже обратили внимание, что здесь есть еще и некоторая цветовая палитра. И она тоже подобрана неспроста. В частности, зеленый, как вы видите, располагается непосредственно над Манибусом. Это символизирует наш успех, нашу победу над Манибусом. Зеленая галочка, миссия выполнена. Также вы можете обратить внимание на красные оттенки. Это наша целеустремленность, это тот самый импульс, который ведет нас вперед. Ну и синий оттенок. Это, конечно же, хладнокровие, спокойствие и рассудительность, с которыми мы подходим к делу. Поэтому, как вы видите, это не просто нагромождение стеклянных блоков. Это действительно произведение современного искусства, наполненное смыслом. Пишите в комментариях, как вам, кстати, такая скульптура. Ну что ж, теперь продолжаем нашу экскурсию. Начинается все с некого предбанника. Мы потихонечку зарабатываем денежки. Ну, помогаем ребятам, смотрим, что в чатике нужно ребятам. Выставляем на продажу, они приходят и покупают. Мне кажется, помогать это здорово вообще. Первый же этаж. И, как вы помните, ключевой момент у нас это функциональность. И, конечно же, на первом этаже, недалеко от входа, у нас есть разборчик, кстати, уже с двумя перками. У нас печки, уже с пятью перками, да? Супер рефайнери, то есть вот она наша переработка и обработка. И тут же рядышком располагается складское помещение, как вы видите, стеллажи. Мы посчитали, что такого небольшого помещения нам должно хватить. Если что, мы сможем его расширить. Есть куда. Но потенциально это в виде теста, что даже такого маленького склада на наш хайв хватит. Также, конечно, все как мы любим. Скрытое в стенке у нас устройство водоснабжения, как вы видите. Пока что через фильтр. Потом мы поставим осмосис в water purifier. Будет работать несколько быстрее и лучше. И у нас добывается чистая вода. Как раз она нам полезна и для поливки, и для попить, конечно же. Приятного аппетита, кстати. Кто кушает камя, щит, лопает, рапезничает или пьет чаек под эту запись. Ну а дальше кухня. Собственно, ящики, конечно, ближе ко входу, чтобы можно было. Вот там зашли, да? Прошли по этому ряду. И вот мы все распределили. Приготовили покушать. Пока что три плиты. Почему именно три? В будущем останется две. Просто сейчас плиты малофункциональные. Они лишь один слот. Вот эти вот маленькие плиты делают. Я хочу обратить ваше внимание еще на проводку. Конечно же, мы не убираем ее. Можно L нажать. Кто вообще будет это делать? Мы всегда любим, чтобы все было красиво. И даже проводка, конечно же, нашим специалистам Овлам. Она, как всегда, сорганизована великолепно. И давайте по проводке отправимся в эту часть здания. Здесь у нас мастерская. Тут мы чертежи можем разобрать и изучить новые. Кстати, ребят, в этом сезоне у нас Альмина умудрилась из синего чертежа, из синего, достать формулу стеллажа. Да, представьте себе. Теперь у двоих участников нашего Улья есть формула стеллажа. Также ракеты. Как вы видите, место более чем достаточно поставить еще по меньшей мере одну, а то и две установки такие. Производятся патроны, производятся орудия. То есть все как раз есть. То есть функциональность, как вы видите, присутствует хорошая. Отдельные комнаты и близко ко входу. Далее. Также недалеко от входа у нас располагается гараж. Начинается все с гаража, конечно же, личного транспорта, где мы можем просто зайти и, например, починить транспорт. Отлично. А далее у нас идет гараж для среднего. Здесь мы планируем, вот как только начнется следующая фаза, мы планируем сделать магазин на колесах. Возможно, мы поставим его ближе к телепорту, либо же запихнем в какой-нибудь из городов, которые нас ожидают. Ну, как вот начнется фаза. Поглядим. Гараж во всяком случае есть. Потенциал расширения на третий гараж уже с грузовиком. А есть планы на грузовик даже в этом сезоне. Тоже имеются. Как вы видите, все рассчитано даже на расширение. Ну что ж, дальше автомат, на котором можно поиграть. Как вы видите, у нас хорошие такие симпатичные навесы есть. Что здесь, что здесь. Такая современная геометрия используется. Если мы пройдем дальше кухни, то мы найдем грядки. Грядки у нас состоят из трех ярусов. То есть у нас будет вот такая вот штука. 5 на 5 с диспенсером воды в центре. Ребят, пока что здесь темновато. По причине того, что мы потом просто понаустанавливаем здесь лампы, когда они появятся. Они пока что недоступны на первой неделе. Конечно же, лозы у нас установлены. Дополнительно это хорошо, симпатично смотрится в теплицах. То же самое у нас на втором этаже. То же самое у нас на третьем этаже. В общем, все пока что выращивается. Как вы видите, с некоторым смещением. Причем это не просто смещение для внешней красоты. Хотя смотрится это классно. Но также это смещение и функциональное. Для того, чтобы были дополнительные там балкончики. Дополнительные подходы, заходы и прочее. Нам же нужны лестницы, чтобы удобно забираться. Собственно, лестниц тут полно. Одна из лестниц, самая большая у нас лестница. Лестница как раз таки располагается здесь. Можно забраться и на второй этаж. Можно забраться и на третий этаж. Вот на такую террасу. Данный товарищ у нас стоит, ребята, для того, чтобы все мы выполнили джорни. Джорни на сбор воды у нас просто один участник еще не выполнил. Мы специально для него оставили воду. В джорни нужно именно из коллектора дождевой воды забрать эту самую воду. Вот он как заберет. Мы, собственно, это страшилище отсюда уберем. Симпатичная вот такая вот штука есть. Вдруг захотелось, ребята, немножко лабиринта сделать. Можно тут поплутать. Несмотря на то, что он, казалось бы, такой прозрачный, все же можно и подзаблудиться. Но находится выход достаточно просто. Все же лабиринт небольшого размера. А далее у нас зона, где можно спокойно посидеть, расслабиться. Кстати, я хочу обратить ваше внимание, что в зиме, да, вот в этом новом сезоне, все так красиво припорашивается. И это здорово. Даже стол такую текстуру некую классную приобретает. Собственно, спускаемся по другой лестнице. Да, хочу обратить ваше внимание. Нам нужно только пройти вот сюда. И мы приходим к нашей традиционной инсталляции. Альпаки, к которым, конечно же, можно присесть. Да, здравствуйте, уважаемые альпаки. Здравствуйте, здравствуйте. Они сжигают овцу. Почему так? Так заведено. Да, таков путь, друзья. Не забывайте, что эта инсталляция нас будет преследовать на протяжении, скорее всего, всех сезонов. Ну, как в первом сезоне Альмина разработала такую инсталляцию, мы ее и продолжаем. А здесь небольшое такое вот место, где можно насладиться видами окружающими, хотел бы я сказать. Но на самом деле здесь соседи не самые красивые. Но будем надеяться, что на новом месте жительства будет более элитный район у нас. Дальше, друзья. Воспользуемся лестницей, что недалеко от гаража. Поднимемся снова на второй этаж, на вот такой вот балкончик. Можем проследить за машинами. Здесь такие хорошие смотровые окна идут. И наши девианты. Кстати, смотрите, золотого дегебоя удалось в этом сезоне раздобыть. Так вот, девианты очень удобно мы обнаружили, что не обязательно ставить какие-то полочки. Можно просто на сами холодильники располагать там игрушки, радио. И этого будет достаточно. Собственно, и свет, и все остальное мы здесь девиантом также устроим. Как их будет полный набор, тогда мы и займемся полным улучшением. Пока что улучшили именно тех, кто нам наиболее приоритетен. Это телепортация и вот посмотреть, что же делает золотой дегебой и чем же он лучше серебряного. Далее, конечно же, Митсука. Тайская девочка, играющая профессионально именно ногами. Кстати, напишите в комментариях, ребят, у кого она на полном серьезе играет руками. Потому что вот где ни посмотришь, везде она играет именно ногами. Дальше. Конечно же, не стоит забывать о наших личных комнатах. И как вы видите, вот мы решили в этом сезоне использовать фотографии. Вот в частности, оп, фотография моей девчушки. Заходим, это моя комната. Первая же к лестнице. Тут ширма, отделяющая спальную зону от входа. Если закрыть дверь, здесь можно, собственно, обуться, разуться, коврик, убрать обувь в обувницу, шкаф, чтобы раздеться. Печка, конечно же, это северный регион, поэтому не обошлось и без печки. И шкуры, конечно же, северной. Прикроватные тумбочки с часами-будильником. Ну, все-таки, ребята, у нас все расписано. Мы готовимся уже буквально вот-вот немножко поспать и начнется вторая неделя. Мы подготовлены. Но, тем не менее, можно полежать, расслабиться и посмотреть на плазменный телевизор. Разумеется, это просто картина, но стилизованно так очень даже симпатично выглядит. Далее, традиционный мой подоконник. Если честно, я в первом же сезоне, по-моему, такой подоконник строил. Мне как-то он зашел. Выглядит очень даже хорошо и целостно и гармонично, что примечательно. Ну что ж, вот такая вот комната. Кстати, у нас у всех используются вот такие кровати. Почему? Потому что обыкновенная кровать просто дороже. Такие кровати, как вы видите, требуют бревна, там клей. Здесь бронза, волокно. Ну, причем это такая стрёмная кровать. Да, вот большая бронза и углеродное волокно. Нифига себе. Вот это вот шкуры требуются, которые в данном сезоне прям ого-го как тратятся. А вот эта вот кроватка требует всего лишь 50 бревен. Да, она из такого кошачьего пака у нас взята. Собственно, посмотрели из зеркала, вышли. Пойдем дальше смотреть. Чья это комната? Это комната Альмины как раз таки. Альмина у нас больше занималась декором, размещала. Но опять-таки, вот та инсталляция, это прям с первого сезона целиком и полностью идея Альмины. Ну и некоторые тоже декоративные элементы, которые вы наблюдаете. Многие декоративные элементы, это заслуга Альмины. Собственно, давайте посмотрим на ее комнату. Здесь украшательство. Это вот мы путешествовали в этом прохождении, ребят, по разным местам. И Альмина постоянно выходила из машины в ходе путешествия. И, как вы видите, фотографировала разные красивые, интересные места. Вот стена пока заполнена так. Как мы отправимся в новый регион, эта стена, скорее всего, пополнится. Далее. Ковер. Кстати, кто не знает, как расположить ковер под кровать, вы сначала ставите ковер, а потом сверху ставите кровать. Потому что, наоборот, оно не получится. Конечно же, столик. Вот, смотрите, с прудиком, с котятками. В общем, все мило, очаровательно. Ну и, разумеется, зеркало в полный рост, мягкий коврик, чтобы даже голышом можно было на себя посмотреть. В общем, все как полагается. Ну и рабочее место с компьютером. Куда же в современном мире-то без этого? Выходим. Осматриваем следующую комнату. А следующий у нас... Это ленивый кот. Это Овл. Наш специалист электротехник, да, специалист по прокладыванию электричества. Также решил поставить он себе печку. Смотрите, какие прекрасные птицы. Это из одного из последних боксов, по-моему, которые можно было выбивать. Он себе костюм выбил и вот таких вот пташек симпатичных. Ну и, собственно, такая простая комната, но очень даже стильная. Да, ничего лишнего. Чисто спальное место. То есть можно поспать, можно переодеться, можно погреться, посидеть, подумать, посозерцать растения. В общем, все как полагается. Кстати, вешалка, смотрите, какая классная. Прямо перед входом стоит, вернее. Ну и последнее. Особый представитель у нас, скажем так, неординарный. Начиная с первого сезона, никогда не знаешь, что там увидишь. В первом сезоне мы были просто в шоке от его комнаты, но положительно в шоке. Давайте посмотрим, что в этом сезоне он сделал. А в этом сезоне, как вы видите, у него совершенно другой подход. Он полностью отказался от обоев. Некий такой вот сырой решил он применить здесь стиль. Причем здесь кусок, как вы видите, кирпича. Здесь уже внутренняя у нас сторона. Здесь полностью кирпичная стена. Ну, решил так. Значит, так надо, друзья. Значит, так надо. Конечно же, фигурки. Он любит коллекционирование. Как раз очень важный момент. Единственное, что в этом сезоне он решил нас удивить. Знаете, чем? Ребят, кто уже смотрел наши обзоры предыдущих домов, уже заметил. Правильно, здесь нету часов. Ни одного. Ничего. Циферблаты полностью отсутствуют. Почему он так решил? Не знаю. Можете спросить в комментариях. А вдруг ответит. Что примечательно, вентилятор у нас без кондиционера у него взят. Он создан не для того, чтобы температуру там нагнетать или еще что-то. А чтобы крутился и на него смотреть. Именно вот такая вот идея данного вентилятора. То есть, ты сидишь здесь за столом и смотришь на то, как крутится вентилятор. Вот такие вот бывают мысли. Ну что ж, друзья. Вот какой-то такой у нас получился дом. Мне кажется, очень даже хорош. Симпатичен. Мощен. Давайте я вам покажу его в рамках чертежа. Чертежи дома. Это статуя отдельная. Я проверял, как происходит процесс переноски. Вот он, наш Winter House. И как вы видите, то, что вы увидите на превьюшке, как раз вот он. Вот такой вот домишко. Размера немаленького. Очень даже немаленького. Просторный дом. Функциональный дом. Красивый. Я люблю вот именно, вы знаете, функциональность. То есть, поскольку я сам инженер, я на первое место, конечно, ставлю функциональность. Но в то же время, конечно же, чувство прекрасного мне не чуждо. Поэтому это и выглядит стильно. Пишите в комментариях, как вам данное произведение искусства. Между прочим, со смыслом. Да. Ну и в будущем сезоне уже посмотрим. В этом сезоне мы еще ожидаем дом Овли. А также, друзья, мы уже нашли пару кандидатов на как раз таки наши выпуски, о которых вы просили. И в комментариях, и на стримах нередко, чтобы были обзоры других красивых домов на сервере. И, ребята, это очень классная идея. Мы уже парочку таких домов нашли. Пишите в комментариях, ждете ли вы эти выпуски. Ну и, разумеется, они плюс-минус в скором времени появятся. Ну и, конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья – это главное.